Добро пожаловать к нам на канал. Сегодня в выпуске следующие новости. Авторы Halo Infinite отказываются от сезонов в мультиплеере. Разработчики Ханкаста Rail показали трейлер грядущей локации. PaleWorld поставила рекорд пикового онлайна и многое другое. Создатели мультиплеера Halo Infinite сообщили об отказе системы сезонов для проекта. Информация появилась в рамках недавно прошедшего стрима. Согласно заявлению, пятый сезон, который должен завершиться 30 января, станет для тайтла заключительным. После этого команда планирует переключиться на запуск операций, длительность которых будет составлять примерно 6 недель. Напомним, текущие сезоны обычно активны по несколько месяцев. В рамках операции игра все так же будет получать новый контент, обновление боевого пропуска, который будет расширен с 20 до 100 уровней, а также бесплатные и премиальные награды. В частности, 30 января появится карта Illusion. Команда также отметила, что несмотря на разработку новых тайтлов по мотивам Halo, забрасывать поддержку Halo Infinite пока никто не собирается. Аркадиус Интертеймент объявили о закрытии серверов-песочницы Kingdoms of Erlof. Официальное заявление появилось в блоге разработчиков Steam. Примечательно, что это происходит всего через три месяца после запуска в раннем доступе. Авторы отметили, что не смогли найти решение для развития тайтла, а также исправления его проблем, а потому пришли к выводу, что лучше всего будет просто его закрыть. Kingdoms of Erlof уже снята с продажи, а всем покупателям Steam и жертвователям на Kickstarter и Indie.go.go будут возвращены средства. Напомним, проект появился на площадке в октябре прошлого года и с самого запуска собирал по большей части негативные отзывы. Студия Steel Alive выпустила новый ролик своего тайтла Garden Life A Cozy Simulator, вместе с которым объявила о начале сбора предварительных заказов для Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 и PlayStation 5. В качестве бонуса за раннюю покупку пользы предлагают игровой набор Eco-Friendly Decoration Set. В его составе идут экологичные украшения для сада, такие как разноцветные клумбы из шин, стол и стол из переработанной древесины, домик чайной феи из переработанного металла и фонари из переработанных бутылок. Напомнив, в Garden Life A Cozy Simulator пользователям предстоит проводить в порядок заброшенный общественный цветочный сад, при этом выполняя различные задания, общаясь с соседями и многое другое. Релиз ожидается на ПК и консолях 22 февраля. В будущем команда планирует также выпустить игру на гибридной консоли Nintendo Switch, однако точная дата пока неизвестна. Названы сроки выхода четвертого обновления изометрического приключенческого рогалика Raven's Watch. Официальной информацией поделилась издательство Nacon и студия Pastek Games. Так, согласно подробностям, патч под названием Dark Tales должен появиться 1 февраля. Вместе с ним добавят новые истории, по 4 разблокируемых воспоминания на каждого героя, а также сервисы Epic Online для стабильной совместной игры. Напомним, на данный момент изометрический приключенческий рогалик Raven's Watch находится в раннем доступе Steam. Полноценный запуск ожидается только в текущем году на ПК, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5. Компания Sony объявила об удалении из магазина PS Store VR переиздания шутера Bulletstorm. Согласно официальной информации, к такому решению пришли из-за неудовлетворительного состояния технической стороны проекта, а также наличия незавершенного контента, мешающего пользоваться игрой. Всем, кто приобрел Bulletstorm VR, вернут деньги. На ПК в Steam с тайтлом та же самая ситуация. Пользователи жалуются на плохое управление, отсутствие переноса кат-сцен в виртуальную реальность, низкое качество графики, вылеты и многие другие ошибки. Однако, в отличие от PS Store, проект удалять не стали. Напомним, релиз Bulletstorm VR состоялся 18 января. Игра представляет собой воссозданный для устройств виртуальной реальности оригинал, вышедший в 2011 году. Компания Хойверс выпустила новый трейлер Ханкай Старрейл. В свежем ролике пользователям провели виртуальную экскурсию по различным районам грядущей локации под названием Пинакония, которая должна появиться вместе с запуском обновления 2.0. Ранее разработчики показали персонажей представителей вечно горящего особняка. Также напомним, что сейчас в претте проходит акция, по которой в течение всего патча 1.6 пользователи, открывшие доступ ко внутриигровой почте, могут бесплатно получить ограниченного пятизвездочного персонажа Доктора Рацио. Студия Amplitude анонсировала бесплатную раздачу в рамках празднования своего 13-летия. Согласно информации, любой желающий может бесплатно забрать копию глобальной пошаговой стратегии Endless Legend, вышедшей в 2014 году. Для участия в акции пользователям необходимо зарегистрироваться на сайте разработчика и привязать к аккаунту свой профиль в Steam. После этого в разделе наград появится игра и ряд бонусов, среди которых наборы обоев, аватары и другие цифровые подарки. Создатели Ghostrunner 2 анонсировали новое косметическое дополнение под названием Dragon Pact. Его премьера приурочена к празднованию Года Дракона. Оно будет доступно бесплатно для владельцев Season Pass и Brutal Edition, а также отдельно по цене в 5 долларов. В составе набора идет ряд косметических предметов. Это три облика для меча, три скина для рук и новый образ для мотоцикла. Релиз комплекта намечен на 8 февраля. В этот же день ожидается выход обновлений, который добавит расширение текущего режима Rugrunner.exe, новые способности, механики перемещения, расширенные повествования, более глубокое построение мира, врагов и официальную китайскую озвучку. Издание Variety, ссылаясь на собственные источники, сообщило о замене актрисы на роли напарницы Доктора Ктоа в будущих сезонах одноименного шоу. Согласно информации журналистов, Милли Гибсон, сыгравшая Руби, покинула проект после съемок 14 сезона. Помимо него, также поучаствовав в праздничном спецвыпуске. Вместо нее в продолжении проекта героиню будет играть Варада Сету, известная по сериалу Андорр и фильму «Мир юрского периода господства». Причины такой замены пока не уточняются. Сама компания BBC также информацию не прокомментировала. Напомним, запуск 14 сезона сериала «Доктор Кто» должен состояться в мае текущего года. Разработчики The Texas Chainsaw Massacre поделились подробностями о новом контенте для тайтла. Согласно информации из последнего стрима студии Gun Interactive, в течение следующих 90 дней в игре должны появиться новые жертвы и член семьи. Более подробная информация о них будет раскрыта позже, ближе к запуску. Дополнительный набор казней, которые станут более жестокими, чем те, что есть сейчас. Скины для оружия, фоторежим и ряд других нововведений. Никаких подробных дат по выпуску каждого патча пока нет. Недавно вышедший проект Pell World попал в топ-10 тайтлов Steam с наибольшим числом пользователей. Он занял десятую строчку с пиковым онлайном 852 814 одновременных человек в игре. Помимо этого, разработчики отметили, что за сутки с выхода в ранний доступ количество проданных копий преодолело отметку в 2 миллиона. На данный момент у Pell World 92% положительных отзывов Steam на основе 14 тысяч обзоров. Примечательно, что таких результатов проект смог добиться, несмотря на попытки бойкота со стороны поклонников серии Pokemon и компании Nintendo. Напомним, Pell World это игра в жанре выживания с открытым миром, где игроки могут коллекционировать существ по имени Палы и использовать их для строительства, сражений и многого другого. А теперь календарь событий на завтра, понедельник, 22 января. Стартует фестиваль в Steam «Пираты против ниндзя». На сервисе Peacock выйдет расширенный седьмой сезон Show Office. Будут закрыты сервера тайтла The Day Before. Состоится полноценный релиз проекта The Universe Sim. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте подписаться на канал, а также оставляйте лайки и комментарии с вашим мнением по новостям. Также напоминаю, что у нас канал в ТикТок, где два раза в день выходят короткие сводки новостей. И группа в Телеграм, где доступен весь наш контент. Ссылки на них в описании под видео. Оттуда же вы можете попасть на нашу страницу Boosted International Earth, где мы запустили сбор средств на микрофон для улучшения качества звука в роликах. Будем рады любой помощи. Большое спасибо и до новых встреч!